Всем привет! Я главный редактор портала Блокнот Воронеж. И сегодня мы проведем прямой эфир на тему, как карантин затронул автобизнес. Нашим гостем станет Денис Мигаль. Это основатель и генеральный директор сети автосалонов FreshAuto. Безусловно, мы сейчас большинство сотрудников перевели на удаленный режим. Мы сейчас очень сильно перестроили процессы на онлайн. Если говорить про продажи автомобилей. Также сервис частично у нас там, ну, в большей части сидит дома. И, соответственно, остальные, те, кто обслуживают госконтракты, специалисты очень аккуратно выходят на работу и делают ту работу, без которой не могут жить те ведомства, которые сегодня обязаны функционировать. Ну, если уж так очень коротко, но перестроили много всего за эти там две недели, сколько мы сидим уже в карантине, у нас произошли глобальные титанические сдвиги и очень многих процессов. Что касается вот клиентов, да, как изменился спрос на автомобили? Ну, я бы выделил две тенденции. Во-первых, спрос стал более целевым. То есть многие клиенты сейчас просто так вот нечего делать, не интересуются автомобилями. А те, кто именно интересуются ими, это действительно те, кому они очень нужны. Потому что не все успели купить, многие остались без машин, но у многих машина является средством к существованию, возможностью куда-то переехать, съездить, там, не знаю, банально по своими разным делам. Поэтому те клиенты, которым автомобиль нужен, и мы сейчас даем им возможность такой автомобиль провести, они нам очень благодарны в это непростое время, что у них есть возможность решить свои проблемы. Есть те, кто переживает о том, что цены будут расти, и, соответственно, хотят сейчас зафиксировать деньги свои в автомобилях. И те тоже очень радостные, что у них появляется такая возможность. Ну, и мы, откровенно говоря, не сидим на месте. Мы таких людей пытаемся стимулировать всяческий их спрос и даем возможность им сделать это. Не просто сделать это физически в такое непростое время, но еще и с большой выгодой для себя. Денис, дайте свой прогноз. Вот сейчас самая актуальная тема. Вырастет ли ценник на автомобиле после окончания карантина? На новый, на новый сейчас. Ну, мое мнение, что вырастет, потому что помимо карантина мы уже начинали еще в конце апреля попадать с вами в экономический кризис. И он, вирус, к сожалению, его не съел. На него никак не повлиял. Экономический кризис как был, так и будет. И я думаю, что, как правило, в экономическом кризисе дорожают новые машины, а за ними следует и автомобили с пробегом. Потому что доллар у нас уже стоит 75+, нефть, соответственно, там уже плюс-минус 20 рублей. Поэтому, конечно же, автомобили будут дорожать. И многие производители уже об этом написали. И даже сейчас, несмотря на то, что спрос на автомобили будет все равно падать, потому что многие пострадают от коронавируса, от кризиса, но с учетом того, что многие заводы закрывались, я думаю, сейчас многие импортеры поменяют немножко свои производственные заказы, то есть начнут производить машины немножко меньше, и таким образом оставлять спрос на более-менее рабочем уровне. И я считаю, что, тем не менее, автомобили все-таки будут дорожать. Это мой исключительно личный прогноз. Как показывает ни один кризис, по такому сценарию развиваются события. Ну, вообще, переход в онлайн, особенно в такой сфере, как автомобили, особенно с пробегом, где технически сложный товар, это довольно длительный процесс. И мало того, что нужно развивать IT-платформу очень качественно, чтобы можно было клиенту все это предложить и описать, но еще и само качество автомобиля должно быть соответствующим, чтобы ты мог отдаленно, смело и безопасно для клиента продавать этот автомобиль. Поэтому мы уже последний порядка, ну, уже пятый год, наверное, глобально инвестируем в IT, глобально инвестируем в онлайн, и уже порядка, наверное, 8, наверное, где-то плюс-минус лет мы глобально улучшаем качество наших автомобилей. То есть у нас здесь сейчас проводится экспертиза по 156 параметрам абсолютно каждого автомобиля, который есть в сети. У нас есть критерии качества, по которым тот или иной автомобиль не попадает на склад. Ну, например, там, если автомобиль без подушек, безопасности, или он был с нарушенной геометрией кузова, то есть был в ДТП в сильном, или с технически критичными недостатками, то таких автомобилей в принципе в сети нет. И поэтому клиент, купивший автомобиль у нас, абсолютно спокоен, что это относительно качественный автомобиль. Понятно, что бывают какие-то ошибки, мелкие недочеты, но мы всегда на стороне клиента в этом случае, всегда пытаемся как-то свои ошибки исправить, если такое случается. Но в общем и целом у нас очень качественный сток, очень подробно описаны все автомобили, и поэтому мы можем отдаленно продавать клиенту этот товар. Что касается IT-платформы, то, как я уже говорил, много лет мы в нее инвестируем глобальные деньги. У нас и американская, и европейская, и российская команда разработчиков, и клиент, который попадает к нам на сайт, получает очень качественные современные инструменты, и абсолютно спокойно, используя интуитивные, так скажем, алгоритмы, может полностью ориентироваться, как нажать кнопку «Купить онлайн», как оттуда провалиться в склад и выбрать со всей линейки то количество автомобилей, тот автомобиль, который ему нужен, как дальше там заказать обратный звонок или видеопрезентацию, или диагностику, чтобы менеджер с ним связался и уже полностью подробно, отдаленно проконсультировал его. Также в ближайшее время мы планируем допилить такие кнопки, как «Логистика», когда можно будет уже логистически любую машину уже прямо с сайта заказывать на дом, и надеюсь, что с завтрашнего дня со Сбербанком мы запустим кнопку на сайте, по которой можно прямо будет, находясь в режиме реального времени, совершать покупку. Я предлагаю перейти к вопросам наших читателей, слушателей. Про кредит вопрос висит. Да-да-да, про кредит, видите. Возможно ли купить сейчас автомобиль в кредит? Да, возможно купить автомобиль в кредит. Мы на сегодняшний день продолжаем вести активные диалоги с банком. Очень просим их не поднимать ставки кредитные. У нас порядка 25 банков-партнеров. Из них практически со всеми у нас свои кредитные программы, свой кредитный портфель, и банки очень ценят наше партнерство. С учетом того, что у нас очень качественный сток автомобилей, очень мало возврата автомобилей по технической части, но их вообще в принципе нет. То есть, когда клиент купил, например, автомобиль в кредит, он ему не понравился, потому что он плохой, например, был. Он сказал, все, не буду ни за кредит платить, заверите эту машину обратно. В нашем случае таких рисков для банков нет. И поэтому мы со всеми из них выстраиваем свои кредитные продукты. И, соответственно, клиент получает достаточно сдержанные ставки кредитования. И наша основная цель сейчас сохранить вот эти ставки на прежнем уровне, потому что многие банки сейчас поговорят о том, что будет расти дефолтность, что будут происходить какие-то изменения. Но мы вот прям держимся. У нас есть специальный руководитель, кто работает с банками. Она каждый день с ними на скайпах, каждый день с ним что-то советует и говорит, что ребята, давайте сохранять как бы вот этот вот прежний уровень одобрения, прежний уровень процентных ставок. И поэтому сейчас абсолютно все, как вот до карантина, все работает. Также через онлайн можно получить консультацию кредитного специалиста, оформить заявку. И каждый день у нас происходят сейчас кредитные сделки по абсолютно вменяемым рабочим ставкам, условиям и так далее. Поэтому я считаю, что если тем более вы собираетесь прообретать автомобиль в кредит, то точно это стоит делать сейчас, потому что я думаю, что все равно и здесь тоже что-то будет меняться. Но я ни в коем случае не призываю рисковать. То есть в любом случае надо оценивать свои реальные возможности, понимать до какой степени и какой вам автомобиль нужен. И если это понятно, что это единственное ваше средство существования, очень необходимое, и вы понимаете примерно, что ваши доходы сохранятся на прежнем уровне, то надо, конечно, брать сегодня, не стесняясь, не боясь ничего. Расскажите, если человек находится не в том городе, где есть ваш автосалон, вы привезете ему машину? Да, мы привозим машины. У нас уже даже вот в эти дни уже порядка 10 сделок произошло с абсолютно других городов, потому что мы понимаем, что люди, находясь в других городах, им очень нужен автомобиль, они не могут его никак приобрести. А в онлайне на сегодняшний день, наверное, мало кто работает. Поэтому мы разработали отдаленную доставку в другие города. И планируем, что уже в ближайшие дни прямо на сайте появится кнопка, по которой можно будет легко рассчитать доставку до своего подъезда. Мы туда будем... Мы уже проговорились с нашими подрядчиками, там также будут антикризисные меры, так скажем, да, то есть будут предложены очень доступные цены по доставкам автомобилей в любой регион, в любую точку страны. Поэтому сейчас это работает, и я думаю, будет работать дальше. Просят все напомнить про скидки, какие есть сейчас во Фрешафта. Фиксированные скидки, помимо того, что мы уже снизили цены на многие позиции, также действуют фиксированные скидки от 30 до 50 тысяч рублей при покупке в онлайн. Отлично. Любовь оскорбля. Огромное спасибо вам, Денис, было очень интересно пообщаться. О, спасибо. Надеюсь, все скоро, да, закончится, и мы снова будем не только в онлайне жить, но и в оффлайне.